Девушки отдыхают Так, а может быть тогда... Нет, это не годится Хорошо, а что если вот... Нет, тоже не то А может быть тогда привет Привет, Токсик! Привет! С кем это ты тут разговариваешь? Да сам с собой думаешь, что такое нарисовать А мы тебе подскажем Да? Нарисуй какой-нибудь натюрморт Принести тебе красивую вазочку Или апельсин Мы много раз натюрморт с апельсином рисовали Вот именно! Так что это уже неинтересно Не хочу натюрморт Ну тогда нарисуй пейзаж Точно! Пойди на улицу, возьми с собой краски На улицу? Да художник вот-вот придет Ой, и то верно Тогда нарисуй портрет Мой, например Или мой Не? Не Тоже неинтересно Надо что-нибудь новое Даже не знаю Может быть нарисуешь какую-нибудь картину Из жизни Шишкиного леса? Из нашей жизни Как мы сидим И ждем урока, например Мы же как раз этим занимаемся Или после урока Сходи на кухню И нарисуй еноточа Как он суп готовит, а? Да ну По-моему, это ужасно скучно Рисовать картины из жизни Так-так Что я слышу? Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, уважаемый художник! Так ты думаешь, что рисовать картины из жизни скучно? Конечно, скучно Я даже объясню, почему Ну, будь добр, мне очень интересно Зачем изображать то, что бывает каждый день? Мы ждем урока Еноточ готовит суп Тетушка Матильда читает книжку Ну, сами подумайте Хоть какой-нибудь великий художник изображал Вот такое Между прочим, практически все великие художники Писали картины на бытовую тему В самом деле? А вот это да! А какие великие художники? Ну, например, знаменитый голландский живописец Питер Брейгель Вот его картина «Охотники на снегу» Да, и правда охотники Ну да, и возвращаются с собаками в город И городок очень милый, по-моему Ой, а мне больше всего нравится, что Вон на тех замерзших прудах Люди катаются на коньках Да, и благодаря именно этой картине мы узнаем, что почти 500 лет назад люди тоже катались на коньках О, неужели вот эта картина написана так давно? Представьте себе, а вот еще одно полотно, на котором показана повседневная жизнь Уважаемый художник, вы что, шутите? Тот же человек на слоне катается Где вы видели, чтобы в повседневной жизни кто-нибудь катался на слоне? Они у нас только в цирке выступают А это древнеиндийская картина, и изображает она индийскую повседневную жизнь А-а-а, тогда и правда! Слоны же в Индии водятся! А еще какие бытовые картины вы нам покажете? Я покажу вам одну забавную картину, которую написал художник Карл Фабрициус Стражник заснул! Ты права, картина так и называется А вот еще одна картина со спящим человеком Ее написал известный русский живописец Алексей Гаврилович Венецианов Ой, а почему этот мальчик под березкой заснул? У него что, кровати нет? Эта картина называется «Спящий пастушок» Его, наверное, разморило, когда он наблюдал за стадом Вот он и прикорнул А-а-а, тогда все ясно! Ну, надо же, а! Известный художник, а рисует такую простую жизнь! Более того, многим великим художникам именно простая жизнь казалась наиболее интересной И именно ей они посвящали свои картины Например, вот полотно, на котором изображена простая торговля посудой Его написал известный испанский художник Франциско Гоя Торговля посудой? Такая простая тема! Очень простая! Однако, посмотрите на картину Она написана 200 лет назад И сейчас мы можем узнать, как люди одевались В неудобные, но очень красивые платья На чем они ездили? На каретах Смотрите, какие у нее большие колеса И в конце концов мы можем узнать, как выглядела посуда Ой, надо же, посуда такая же, как и сейчас В разные века художники изображали сцены повседневной жизни И во многом благодаря им мы теперь знаем, как люди жили сотни лет назад Вот это да! Вы меня просто поразили, уважаемый художник! Ой, а пойдемте все вместе рисовать еноточа, который суп готовит! Отличная мысль! Но давайте сначала дадим ребятам домашнее задание Друзья, нарисуйте какую-нибудь картину с сюжетом из вашей жизни И пришлите нам, мы будем ждать! Увидимся в Шишкиной школе!